Солнечная, добродушная, искренняя. Наверное, она и в юности была такая же. Ветеран Великой Отечественной войны Ольга Ивановна Смирнова убеждена в том, что любой человек способен сохранить в себе вечную молодость, а прощается с ней только тот, кому ничего и никуда не хочется. А я не считаю себя старой. Меня еще бабушкой не называют. Меня называют мадам. Что вы чувствуете, когда к вам так обращают? Мне так приятно. Ольга Ивановна, вы являетесь почетным ветераном Москвы. У вас медаль за боевые заслуги, Орден Отечественной войны. Вы мужественный человек. А какой в те далекие 20-е годы росла девочка Оля Леля Бочарова? Очень веселая, как вам сказать, общительная. Я родилась в Сербухе в 1923 году. Ну, как вам сказать, в большой семье. Раньше у мамы было там 7 детей. Ну, жизнь такая была тяжелая. И трое умерли. И осталось у нас взрослых. Взрослых уже четверо. В детстве ее действительно звали Лелей. Она родилась предпоследней, шестой. А потом появилась еще сестренка Валя. 85 лет моей сестре младшей. Наша героиня вспоминает, что ее родители, Иван Ильич и Александра Ильинична Бочаровы, имели хозяйство и приучали к труду каждого в семье. Ходила пасти коров. У нас была корова, две коровы. Значит, на лето была одна корова, постоянно. А на лето покупали еще одну корову. Ее, значит, паслась. А молоко давили и продавали. Кужа, 50 кур было. Мои девчонки в школе, с которыми я училась, они очень любили ходить и собирать яйца. Они, значит, коровник был. Поросят там были, коровник. Вот. А наверху, значит, вот там курятник, они там эти самые яйца несли. И вот, когда мы из школы, они, значит, идут, Ольга, пойдем собирать яйца, продолжать дирать. И, значит, на это истиновал. Я закончила 7 классов. А потом поступила в техникум швейный. В техникум Люля поступила за компанию с подружками. Но швейное дело полюбила. Кроме того, была активисткой. Вступила в комсомол. Да, с удовольствием. Ну и, конечно, поручения комсомольские мне давали. Кому-то чем-то помочь. Лето 41-го года вы как-то особенно планировали? Война началась, мы уже кончили техникум. А какой тогда отдых? Мама у меня была инвалид, поэтому мне приходилось. Приходилось следить за хозяйством. Старшие брат и сестра к тому времени уже жили своими семьями. Брат и муж сестры служили в военном училище. А папа работал грузчиком. На станции? Да, он выносил, как он раньше говорил мне, я помню, 22 пуда на себе. Отец был призван на фронт? Нет, у меня отец был немолодой. Он 85-го года. Когда на войну я пошла, ему было 58 лет. Он был очень здоровый, крепкий. Ну, наверное, не задаром, мы живем столько лет. Но прежде чем Леля попала на фронт, ей предстояло отправиться в эвакуацию. Ее и младшенькую Валю отец поручил старшим детям, которые вместе с военным училищем эвакуировались в Казахстан. И поехали мы в Казахстан, приехали туда, там еще было тепло, более-менее так. Это был октябрь месяц. Распределили нас в какую-то школу по классам. Простынями разделили на 4 человека, на 4 семьи. И так это мы несколько дней жили, пока нашли нам место, там потом дали нам маленькой комнатки. Так как я кончила швейный техникум, меня назначили работать в пошивочную мастерскую. Там же это же училище, например, после бани или когда там надо стирать белье солдатам, а после этого починить надо. Ольга и здесь занимала активную жизненную позицию. Была секретарем комсомольской организации. И однажды, когда она зашла в горком, чтобы передать взносы, услышала вопрос. Родину ты хочешь защищать? Мне 18 лет, я говорю, конечно. Ой, очень хочу. Ну, написала заявление, и меня взяли. Через некоторое время нас собрали. На сборном пункте девушек-добровольцев оказалось много. Целый состав. Всех отправляли поездом в Саратов. И сказали, что мы будем обучаться на летчице. А в Саратове уже все занято. Набор кончился. Нас переслали в Энгельс, там недалеко. Там школа младших специалистов. У них, значит, мотористы и оружейники. И вот мы шесть месяцев там учились. Чему вас успели научить до отправки на фронт? Обучали матчасть. Учить надо было мотор. Стояли две пушки в самолете. Ла-5 самолет, истребитель Ла-5 назывался. Вот, стояли две пушки. Вот. Нужна наша работа. Мы, значит, прилетает летчик. Задание. Значит, самолет от самого мотора и до хвоста у него такое масло. Масло такое масло. Это первым делом мы должны лечь в ведерке бензин. Лечь на швину и мыть. Все это смыть обязательно. А тут все течет. Все, все, все. Бензин сюда. Вот. Помыли. А потом нужно заправить воздухом полон. Потом идешь к механику, говоришь, что дальше надо. Когда у него есть, и что там. А так, отойди, ничего сейчас. Дали сигнал, пришел летчик. Он ему атерапортовал, что самолет в порядке. И все, мы отходили. Летчик садился в кабину. А потом был выпуск. Ну, были экзамены, как мы поняли все это. После экзамена девушек распределили, кого куда. Группа Оли Бочаровой в составе 26 человек отправилась в Тамбовскую область, город Маршанск. Но самолетов там пока еще не было. Я попала в вещевой склад. Другие девочки попали в там, где ГСМ. Чем-то надо было заниматься. И учили опять. Проходили. Строевую подготовку. Стрельбу обязательно, обязательно ходили. В тир ходили. На этот, на полеон был, в лесу там. Ольга Ивановна, вот насколько вы физически были крепкой девушкой? Ну, я крепкой девушкой была. Здорово. Ближе к 42-му году на аэродроме появились самолеты. Летчики были кадровые. Это, как вам сказать, такие ребята, асы. Они уже летали, они уже понимали, что это такое. Полк у нас назывался истребительный, авиационно-истребительный разведывательный полк. Вот нас уже разделили поискодолили. Вам хорошо запомнился тот перелет, когда вы отправились на фронт. Подошло время, это было в мае месяце. Очень хорошо, очень хорошо помню. 22 мая было. Когда сели в самолет, летчики наговорят, девочки, единственная просьба к вам, вы, если что, не бегите в хост. Сидите или голову, ну, там, спрячьтесь, вниз лягте. Вот это на такое было напустие. Вот взлетели. Это был май 43-го. Точка отсчета боевого пути. И начиналась она со станции Узловая, под Тулой. Тот перелет был первым испытанием для девушек. Правда, бой с Мессершмиттом, которого они даже не заметили, так и не завязался. Запомнился лишь стрелок, который, не выпуская из рук пулемета, не удержался и свалился с наставленных ящиков. Вот так вот прошел весь фюзеляч. Мы, конечно, испугались, но эти ребята посадили. Поле большое. Как там это? Кто там это делал? Время эродома-то там. Высадили нас всех. Ну, тут население увидели, что такое замечание. Бегут к нам, кто нам хлебушка несет, то молоко там. А мы в комбинезончиках, у нас такие синие комбинезончики, такие девочки подтянутые все, молодые, красивые, веселые. Кому что, а нам на битве было. Там недалеко железная дорога была, и от железной дороги всегда посадка какая-то. И вот в этой посадке мы стали копать себе землянки. Вы сами себе устраивали жилье? Ну, ребята, конечно, с нами вместе, потому что мы скадрили же, и ребята были. Землянки выстрелили, и началось наступление кушка Ожловской дуга. Вот летчики наши летали. Летали они по три, по три, ну, иногда четыре были вылеты. Он пол наш был разведывательный. Ольга Иванов вспоминает, что взлетали всегда два самолета. Один ведущий и ведомый. В этом самолете был монтирован фотоаппарат. И они фотографировали. Был еще, значит, такой крытый машина, лаборатория, там они проявляли и быстренько сообщали, где что. Чем занимался младший состав по обслуживанию самолетов? Вечно грязные, вечно сонные, моторично-авиационные. Четыре часа утра уже был подъем. Где бы мы ни были подъем, мы собрались, все знали, где наша эскадрилья стоит, все свою работу знали. И с чего нам начинать, с чего делать. После каждого вылета самолета девушки принимались за привычную работу по три-четыре раза в день. Да как же, он уже бензин, он уже истратил, значит, он уже весь грязный, все, нужно все снова. Открывает мотор. Если они стреляли, значит, еще снимаем пушкой, моем все это, убираем все это, чтобы чисто было. Самолет вымыш, он готов. Механик пошел, проверил, везде все нормально. Механик, я, мы можем... Такие большие у нас были чехлы, они такие ватные и просроченные, теплые такие хорошие. Иногда можно и взрывнуть. Для вас что было самое сложное? Утром танцевать. Особенно зимой. Особенно весной. Утром вставали, а вот это вода, когда снег тает. Мы пиджак этот стелили, и брюки у нас ватные были тоже с этим. А шинелью прикрываюсь. А утром встаем, портянки наши плавают, валенки тоже. А все это мокрое, вот такое одеваем и идем готовить самолет. У вас какое-то особое отношение действительно к фильму. В бой идут одни старики, да? Вот это вот все, что там. Вот это моя же. Все, что я делаю. Это вот точный мой полк. И летчики, и даже собака. У нас там сачок звали. Собачка была у летчиков. Они ее все любили. Там был баян у кого-то. Вот. И была гитара. Землянка пели. Катюш пели. Выразили кино, нам показывали. А еще Ольга Ивановна вспоминает те счастливые минуты, когда девушки-мотористки позволяли себе окунуться в мирное время. И все благодаря нашей героине, которая привезла с собой на фронт представьте себе платье. Материал назывался Крымгранат. Такой был, знаете, песочный цвет, и такие крапушки такие. А вы думаете, куда надевали мы платье? Картошку чистить. Нам так хотелось. И нам хотелось показаться ребятам, что мы девочки красивые. А там же у нас брюки были, гимнастерки. Мы ходили в наряд. Ночью ходили с винтовкой. Я говорила, в лупе, в валенках. Ходили и дежурили 4 часа. А другие, другие ходили на кухню. Чистить картошку, приготовить чего-нибудь. Вот туда одевали мое платье. Иногда, очень редко, но это случалось, в их эскадрилье появлялись девушки-летчицы. Механики помогали им отремонтировать самолеты, и те улетали на свои аэродромы. Вот вы смотрели на этих женщин. А самой вам хотелось летать? Очень. А мы летали. Наш полк был разведывательный. А потом они могли в воздухе быть 1 час. Поэтому, когда мы стали наступать, обслуживать надо было как-то, значит, нас на по-2 сажали, и мы летели на тот аэродром, пока летчики там, а мы уже, мы где-то, ну, 2-3 километра от линии фронта были. И мы летали, все забирали с собой, что-то нам надо, и летели. Всегда ваша помощь требовалась? Обязательно. А как же? Обязательно. Эта машина должна быть всегда, как можно сказать, приготовлена. А если там где-то пушки заели, где-то на него, а он может отстреляться. Мы еще и бомбу подвешивали. Да, бомбу по 15. Были и по 20 килограммов. Как девочка справлялась с этим? Так, две девочки. Ну, наверх там, другой механик поможет. Безупречно выполняли свой воинский долг девушки-войны нашей дивизии. Лида Зеленова, Аня Кочеваева, Катя Алексеева, Шура Михайленко, Валя Трошина, Валя Аркадьева, Лавя Демина, Клава Акимова, Маша Хаустова, Ольга Чаровова, Маша Чукина, Таня Шучурикова, Соня Степанова, Зоя Вершинина, Валя Лиховская, Катя Луночкина, Роза Дынина. Ольга Ивановна помнит каждую из своих боевых подруг и считает, что все они совершали тогда невозможное. Это было каждый день, помню. Это надо было, особенно зимой. Представляете, зимой девочкам. Нам ничего там не клали. Снег был, весна была, там вода была, а мы ложились и мыли. И все это вот, это вот такое. А потом у нас и спина болела. И вот я инвалид. Не просто все. Все сказалось с годами? Сказалось, конечно. А что было известно про родных? Ведь они оставались там, в Серпухове. Моя мама умерла в начале войны. Эту страшную весть ей сообщил отец в январе 42-го. Копать могилу некому, потому что привезли, могилы есть, и все складывали. Он потом даже не помнил, где была могилка. За первой бедой поспешила вторая. Через год от сердечного приступа умер старший брат. А сколько потерь Ольга Бочарова переживет на фронте. Погибали, не возвращаясь из полета летчики. А история каждого сражения это история человеческих судеб. Ее боевой путь прошел через Орловско-Курскую дугу. Ту страшную и переломную битву, открывшую путь на Берлин. Тысячи самолетов заполонили тогда небо над Прохоровским полем. 12 июля 1943 года стала днем величайшего не только во Второй мировой войне, но и во всей мировой истории танкового сражения. От Орла через Брянск и почти до Днепра, от Великих Луг до Леепаи проходил боевой путь 315-й истребительной авиационной рижской дивизии. Памятны сражения за освобождение советской Латвии. Именно в то время случилась еще одна трагедия в жизни эфрейтера Лели Бочаровой. Самый тяжелый день, когда не вернулся из полета ее Костя. У меня была любовь. Значит, обо мне даже он написал маме, домой, маме, ну, отцу. Вот, что он привезет рыженькую. Он был Камэской, командирской Адририи. Вот, у него было 4 ордена красного знамения. Герой. Да, почти его. Он улетел из Тукумса. Да, вот, недалеко от моря, от Лебавы. И он не вернулся. День Победы Ольга Ивановна встречала в Латвии. Как мы стреляли, когда кончилась война, объявили. И потом мы же вот так стрелять очень. Плечо болит ужасно. Так мы с коленки и с живота стреляли трассирующими пулями. Куда, кто? Ну, все, конечно, все, увы. Это было что-то. Это было что-то. Такое было братство. Все обнимались, все целовались. Уже почти рассвет был. Слова было 4 часа. А уезжали мы Лебава. Это вот на Рижском взморье есть такой город. Первым мы, значит, дембилизовались и уехали 15 июля 45-го года. Это первое отправляли женщин и учителей и женщин. А ведь в Риге вас оставляли при штабе работать. Да, наш командир собирал и спрашивал у каждой. Вот. И предлагали. Говорили, оставайте. Я вообще была на хорошем счету. И поэтому предложили. Первое предложили. Оставайте. Я говорю, нет, нет, нет. Я только домой. Отец писал письма и очень ждал Ольгу домой. Дядька, брат отца работал у меня в Сирвхове большим начальником в военторге. Вот он меня устроил, поскольку у меня все-таки швейное было образование. Он меня устроил в ателье. Ателье военторга приемчатой заказа. Своего будущего мужа Владимира Смирнова Ольга Ивановна встретила во время первых выборов Верховный Совет. Будучи активной комсомолкой, она дежурила в комиссии. Дежурство проходило в клубе, там же по вечерам организовывались танцы. И в свободное время наша героиня бегала потанцевать. А курсант Смирнов оказался там во время увольнительной. Он был разведчиком. На войне? На войне, да. был дважды ранен. На него даже посылали похоронную матери. После войны он лежал в госпитале в Бжаминском, а потом он пошел учиться в училище наше Северковское на механике. Это был 1946 год. Они прожили вместе 53 года. В 1947 у Смирновых родился сын Вадим. В 1953 дочь Ольга. В 1975 запомнился Ольге Ивановне поездкой в Ригу. Это была ее самая первая встреча с однополчанами. Мы все давали адреса. Ну, я не знаю, то ли потому, что я счастливая, что ли было, мне как-то не нужно было, я сейчас не могу вам сказать, какие у меня были чувства в то время. Однако мир тесен, и однажды она встретила в электричке однополчанку Лидию Авдееву. Она Лёлька, я говорю, Лида, ах, а я, я говорю, мучаюсь, это же надо такое, давай, ты что, мы уже два раза встречались, мы тебя разыскивали, где ты, мы знали, что ты в Серпухове, но где в Серпухове? И вот нечаянно, совершенно нечаянно встретили, я говорю, ой, меня, наверное, забыли, она говорит, ну как это тебя забыли, мы искали, вечно, ты делан Лёлькой. Ольга Ивановна, ваша первая встреча с ветеранами случилась спустя 30 лет после победы, что это были за эмоции, ощущения? Ой, передать это нельзя, это видеть надо только было, ну все, Лёля, ой, Маша, ой, это Грихой, это Борис, ой, 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 ой. Встречались мы до 88-го года, пока вот эта вот зверушка началась, отделилась при Балтике. На пенсию Ольгу Ивановну Смирнову будут провожать сотрудники Центральной Республиканской больницы, где наша героиня долгие годы проработает начальником снабжения, а потом Ольга Ивановна посвятит себя общественной работе в Совете ветеранов войны. Она всегда любила работать с людьми. Общение приносило удовольствие. Кроме того, ей самой удавалось дарить окружающим радость по одной простой причине. Наша героиня очень светлый и позитивный человек. На будущий год мне 90 лет, все равно все хочу. Я хочу все новое еще купить, надо одеться мне. Ольга Ивановна с удовольствием следит за модой, не пропускает любимые старые кинофильмы. Ей интересны новости дня и многие актуальные журналы. Мне теперь интересны внуки, жамнуки. Я их всех люблю, очень люблю. Правнуков у Ольги Ивановны уже трое. Каждый новый человечек, что это для вас? Это жизнь, это счастье, я не знаю, что это, это радость. Этот кулечек, когда возьмешь руки, во-первых, свой кулечек. Судя по тому, что молодость в вас продолжает жить и бурлить, значит, и жива какая-то мечта. О чем вы мечтаете? Я мечтаю, чтобы ребята жили дружно, чтобы была у нас семья дружная. Хотелось бы жить. Ей удается жить интересно, с радостью встречать гостей и загадывать каждый следующий день. Нам остается пожелать Ольге Ивановне вдохновения, здоровья, долгих лет жизни и отличного настроения на ее 90-летнем юбилее.